Подручение старшине Абловы-Канкама Владимира Дворника администрации всех районов Гомеля должны распространять комплексные планы по зеленению города. При этом первочерковая увага будет вернута на новые микрорайоны и зоны отпочинка. На протяжении следующего года планируется высадить несколько тысяч древов. Причем, вместе с специализированными предприятиями этой работой будут заниматься так же хоры областного центра. Какими новыми насаджениями упрыгожать Гомель, доведался Олег Синсерову. Нельзя сказать, что Гомель не является зеленым городом, але правда и то, что в разных районах ситуация может вельно значительно отразниваться. Когда у центра посадены целые парки, то в некоторых новых микрорайонах доброе, когда увидишь несколько десятков древов. При этом микрорайоне часто не самосприяльны. Посадженные в неподрактованную глебу, садженцы часто не могут выдержать ни высоких летних, ни низких зимовых температур. По этой причине, с наступного года перевага будет даваться так званым буйномером – древом во взросле от пяти годов. Неде два года тому, державное предприятие «Червоный гвоздик» набуло такие древы у лесгасах. Сгодно с доследованиями супрацовнику Минского ботаничного сада, самыми условиями до городских умов заявляются кроны. Их так само высадить у Гомеля, але только к этим видам не обмяжуются. Наприклад, не повядомая тем, что их кроном можно надавать любой выгляд – трехугольный, квадратный, шароподобный. Это сделает городский пейзаж по-своему неполторным. При этом корони у всех древ, которые находятся на предприятии, разом с землей упаковали специальные сетки. Это позволит не пошкодить их при перевозке и значительно повысить выживаемость. Корни у нас запакованы в мешковину и специальная сетка, которая держит ком земли, там порядка одного квадратного метра, то есть это куб земли где-то. Здесь очень большие комы, по метр сорок сетки. Сетку можно в любое время взять, повезти на новое место, посадить, она более будет приживаться, дерево в любом месте приживется. До озеленения гомеля плануется притягнуть насильство от студентов до работников предприемств, территории, яких могут уприходжить звычные для многих туи с каштанами, типа коль экзотичные филифера. Выбор рослин для озеленения гомеля сегодня тем больше значный, что в прошлый час до их выросшивания начали долучаться предприемства лесной господарки. В реческом досвидном лесгасе отповедный питомник створили два года тому. И уже в этом году представили свою продукцию на международной выставе «Весна у Гомеля». Пакуй основные покупники, приватные особые, алья тут готовы сопрацовничать и с державными организациями. Сегодня до реализации уже готовы около 500 древ. Часка из них выросшивается в специальных сумках, что дозволяет захавать корневую систему. В наступном году эту технологию плановится распосудить на весь буйногабаритный ассортимент. Из хвойных у нас туи в ассортименте кипарисовики, можжевельники. Из лиственных у нас кустарниковая лобчатка, бархат амурский, пузыреплодник. То есть ценовой диапазон градируется по высоте у нас, а не стоимость приемлемая, считаю, как для населения, так и для организаций.